Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Кто имеет право на помощь соцработника? Что для этого нужно? На какие услуги может рассчитывать гражданин, нуждающийся в соцподдержке? Наша программа посвящена Дню социального работника. С представителями этой профессии мы сегодня встречаемся. Это заведующий отделением социального обслуживания на дому Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центральной Октябрьского района Ольга Буркина. И социальный работник, уже советское отделение, Людмила Исакова. Здравствуйте, Ольга Валентиновна и Людмила Николаевна. Скажите, пожалуйста, как произошел лично у вас выбор этой профессии? Вы продолжаете династию или первыми в своих семьях пришли к этому? Я пришла первой в эту профессию и продолжается у нас династия. Да, моя дочь тоже стала социальным работником в 2016 году. А что должно послужить таким мотивом, толчком для того, чтобы понять, что я хочу быть соцработником? Почему так произошло? Ну, понравилась эта профессия, пришли просто, так скажем, первый раз просто так, а потом уже вот династия продолжается из-за того, что нравится профессия, нравится помогать нашим клиентам. И чувствуется, что ты нужна в своей профессии. Вот, сразу обозначено, да, и мотив, и отдача, да, что есть. Должна быть отдача любого дела, нужно получать удовольствие, конечно, от своей профессии. Людмила Николаевна, вы как определились с этим выбором? Ну, у нас немножечко, у нас династии нету, я тоже первая пришла, у меня сыновья, поэтому продолжателей нету, не очень желание стремиться туда, вот, но тоже хочется творить добро, вот. Тоже начиналось, конечно, очень тяжело, но сейчас уже свыклись за столько времени работы, вот. Да, действительно, мотивы высокие, да, творить добро звучит даже так, да, но на самом деле эта работа, мне кажется, очень тяжелая. Очень тяжелая. Тяжелая, а вот в каком отношении, что наставляет больше всего такого беспокойства, может быть, даже ответственности, напряжения в этой работе? Больше психологически. Психологически тяжело? А сколько у одного соцработника подопечных, вот, на практике бывает? Эта цифра, она определенная или от чего-то зависит? Да нет, я думаю, что, наверное, все-таки зависит, кто сколько сможет потянуть работы. Обслужить, ну, обычно, вот это сколько человек? Да, ну, 10 минимум у нас получается, да. А в задачу социального работника, вот, в ваши обязанности что входит? Что вы должны вот с этими 10 клиентами? Ну, в первую очередь, приносить продукты питания, оплата коммунальных услуг, там, непродовольственные товары. Посещение поликлиник, врачей, вызов на дом, дождаться надо врача, надо проследить, чтобы, как врач посетил, что выписал, обязательно вовремя приносить лекарства, особенно одиноким, у кого никого нету. Ну, такие задачи схожие, вот, со всеми, там, мамами, женщинами, да? Да, все это как-то вот близко. Такая забота. Да, забота о близком. Да, да, да. Забота о близком, получается, да. А как Людмила Николаевна уже отметила, Ольга Валентиновна, что нужно для того, чтобы получить вот это социальное обеспечение? Кто может претендовать? Так, каждый пенсионер, инвалид может прийти в, ну, по районам у нас определены центры социального обслуживания, может подойти, взять медицинское заключение, бланк наш, обратиться к своему лечащему врачу. Лечащий врач дает разрешение, и мы дальше собираем дальше пакет документов. Он несложный, социальный работник помогает в этом, и дальше подписываются документы, выбираются виды услуг, какие клиент хочет, и мы заключаем договор и обслуживаем. А выходные есть у вас дни, вот, допустим, суббота, воскресенье? Но есть же такие люди, которые нуждаются в ежедневной опеке, да? Это вот как решаются такие вопросы на практике? Мне просто интересно, потому что понятно, что в рейтинге все в разном состоянии. Вот у нас, например, если вот длинные выходные, там праздничные, мы обязательно вот два-три раза вот на праздничные дни выходим, особенно вот к одиноким, чтобы вот первые необходимые продукты или там лекарства принести, предоставить им. У нас как бы стабильно все это. А какие еще условия должны быть? Учитывается ли то, что дети, допустим, есть у этих вот пожилых уже людей, даже инвалидов, которые живут даже вот, может, недалеко? Как все это вот? Нет, мы все это берем во внимание, берем их неконтактные телефоны на всякий случай. А так у нас имеет каждый право. И, в принципе, есть дети. Если нету детей, мы все равно всех берем на обслуживание и всех обслуживаем. Так что любой... У всех же возможностей получается. Я просто хотела даже понять сама, вдруг вот придешь, действительно, у тебя такая ситуация, что ты работаешь, у тебя самой двое детей, ты без мужа, еще вот и мама больная. То есть это припоном никаким не будет? И даже морально никто там не осудит? Нет. Ну, всякое бывает, что... Еще хотелось бы узнать современный социальный работник, потому что у нас время меняется, вот с каждым днем что-то новое такое впечатление появляется. Чем он должен обладать, какими знаниями, навыками, и что вообще представляет из себя вот именно современный? Может быть, другие времена? Какие другие были возможности обязанности? Наверное, в первую очередь, морально устойчивый сам по себе должен быть человек. Если, тем более, он знает, на что он идет, психологически подготовлен к этому. Ну, естественно, он как бы должен полюбить, не просто так вот, а полюбить эту профессию. Потому что тяжело работать, когда профессия нелюбимая, и тебе неохота на нее ходить, еще ты знаешь, на что ты идешь. Поэтому надо идти с настроением, в любом случае надо идти с настроением. Какое бы у них ни было настроение. То есть надо показать с душой. Да, себя надо настроить правильно. А существуют ли какие-то негативные стороны? Вот сейчас такое время даже, ну, опасно ходить, допустим. Ну, какое-то вечернее время, или кто-то там, подъезд, ну, не знаю, даже в подъезд заходить. Иногда определенные тострашные. Вот этому уже нужно как-то готовиться, вот даже при подготовке к профессии к этому тоже, наверное, как-то готовят. Но когда приходит социальный работник устраиваться на работу, мы все нюансы, так скажем, проговариваем. Если человек действительно готов на эту профессию, то он приживается, так скажем, в нашей профессии и продолжает работать. Потому что у нас многие соцработники, которые приходили и были действительно морально не готовы, они говорили, что да, мы за своими родителями ухаживали и знаем, что такое мы хотим помогать людям. Какой-то порыв, да? Да, пары, да. Ну, они приходят, да, пробуют. Ну, если они не могут, не оселяют, так сказать, пройти какие-то барьеры, они уходят. А вот те люди, которые действительно готовы и могут творить добро, так скажем, то они остаются в нашей профессии и работают по много-много лет, да. И не уходят из этой профессии, потому что она им нравится. И наши вот эти вот получатели социальных услуг, они тоже очень их любят, и они привыкают как к родственникам, они живут тоже их жизнью, переживают. Если даже вот, допустим, соцработник где-то задержался у какого-то подопечного, то они уже начинают звонить, переживать, что-нибудь не случилось ли с ним. То есть вот до такой степени они так привыкают к социальным работникам, что они считают их членами своей семьи, потому что они бывают два-три раза в неделю, каждую неделю, что не каждый родственник может себе позволить в наше такое сложное время приходить так часто навещать своих родителей, а социальные работники приходят, приносят, разговаривают, психологически их как-то подготавливают, там что-то успокаивают или наоборот уговаривают. Ну, такая вот профессия. Да. Скажите, пожалуйста, а может ли вот подопечный сказать, что его либо не устраивает работник, ну, всякое бывает. Или, например, тот же работник, который переехал в другой район, просто перешел, чтобы в другое отделение, и привязавшийся вот подопечный желает именно вот с ним работать. Учитывается ли мнение клиентов или нет? Конечно, учитывается. Да. Бывает даже, что наши получатели социальных услуг, они не всегда, ну, сходятся характерами, потому что все разные. И мы учитываем вот эти все пожелания, меняем социального работника. Если этот соцработник устраивает, то да, они работают дальше. То есть очень такой подход индивидуальный. То есть может позвонить человек и сказать, ну, вот не могу я, вот мне некомфортно, вот приходит она и не нравится мне, и не говорит, и поговорить с ней о чем, и продукты не те купила, и так далее. И очень бывает ситуации такие. Ну, клиент всегда прав. Ну, это хорошо, что у вас такой подход оптимистичный. А вообще это, насколько это платно или бесплатно? Вот мне хочется, социально предполагает, что какую-то, в общем-то, помощь такую безвозмездно. Как к материальному отношению решаются эти вопросы? Ну, социальные наши вот услуги оплачиваются, конечно, нашими получателями социальных услуг, ну, это очень минимальная, конечно, оплата с их стороны. Так что по сравнению с другими организациями, вот чтобы сиделки частные какие-то, наша организация, конечно, намного-много... И, наверное, очень много претендующих получать, если вот это не так дорого, да, потому что столько много пожилых людей. Скажите, кто имеет преимущество? Наверное, не всех вы можете взять. Всех мы обсуждаем. Всех? Всех. Вот кто бы ни написал заявление? Да, всех. Как такое можно быть? У нас нету очередности, у нас нету. Удивительно. А в других районах можно? Чем больше, тем лучше. Да? Вот вы меня удивили. Иногда мы даже, вот так скажем, рекламируем, если у нас получатель социальных услуг там в каком-то подъезде видит социальный работник, что его соседка там, ну, нашего получателя социальных услуг, соседка плохо себя чувствует. Она начинает предлагать, наоборот, услуги. Они иногда стесняются, говорят, да у нас есть дети, там дети поругаются. Мы говорим, да нет, это наоборот помощь вашим детям. У нас есть такая служба, не волнуйтесь, не переживайте. Это государственное учреждение, тут никакого подвоха нет. Да, это конечно. Так что не волнуйтесь. Да, мне как-то государственное доверие вызывает. Да, и в том, что не все дети, знаете, согласны. Ему все кажется, что если бабушку там, маму или бабушку берут на обслуживание, значит, как бы это и ущемление им. Да, вот я про это и спрашивала, что есть какой-то моральный вот аспект, что ты и не справляешься, и на тебе вот какая-то такая вина висит, и какой-то долг, который ты не реализуешь. Ну, конечно. В первую очередь разговор идет с родственниками. Надо их как-то объяснить им, что это лучше как-то и для них, и удобнее. А режим посещения какой он тоже оговаривается? Вот кому-то нужно столько-то там раз-два дня прийти, кому-то два раза в день. Такое бывает или нет? Как часто вы приходите к своим клиентам? Вообще один раз в день вообще. Норма? Да, но два-три раза в неделю. А дни уже посещения уже оговариваются. Например, кому удобно там понедельник-середа, пятница там, вернее четверг или вторник-пятница там. Это уже как клиенту, вернее, как подопечному. Да, а вот если взять такую ситуацию, ну вот, которая, наверное, типичная. Допустим, пожилые супруги, дети взрослые, может, в других городах или рядом, но они вообще не могут оторваться от своих детей, от работы. И один инвалид, допустим, вот муж-инвалид. И женщина уже пожилая, она тоже не может вот бегать по магазинам, ухаживать. И там вот весь комплекс огромный нужен по уходу. Вот чем вы можете помочь? Может ли такая клиентка к вам обратиться? А, обоих. Обоих. И помогаем им? Да. Смейные планы. Единственное, что там по услугам уже. Значит, ему побольше надо, а ей поменьше. Вот так вот, например, по необходимости. Это индивидуальный подход. Да, к каждому, да. До нуждаемости. Понятно. А скажите, пожалуйста, мне кажется, ну это, никто не лишен этого симпатии и антипатии. У вас возникает, вот из вашей практики общение с подопечным, кому-то вот явная симпатия, а кому-то антипатия. Я понимаю, что с ней нужно бороться, если уж вы работаете в свой профессиональный долг. Но у вас вот личное отношение к клиенту приветствуется? Или нужно нейтрально? Вот ты пришел, нейтрально обслуживаешь. Да, нужно иметь дистанцию. Да, вот это вот. Держиваться дистанции желательно. Конечно, хотелось бы, если тебе симпатии, хотелось бы, конечно, раскрыть свою душу, но нежелательно. Потому что потом привязанность. Да, очень привязанность. Бывают же такие ситуации, что человек меняется, он меняет район, меняет социального работника. Он уже привыкает, ему тяжело. Это то же самое, что сорвать пенсионера, перевезти в другое место, он не приживается. Так что очень тяжело. Ну, хотелось бы, но как-то вот лучше держать дистанцию. То есть лучше, ну да, больше нейтрально. Своя работа сделана, все хорошо. Ну, конечно, показать, что ты тоже не против. Да, есть участие, да. Ну, да, понятно. Скажите, вот, наверное, если взять лицо социального работника, это все-таки женское лицо. Ну, все мы привыкли, да, вот, с сумками. Даже можно их узнать, мне кажется, вот, постоянно там более, которые ходят. А мужчины присутствуют в этой профессии? Людмила Николаевна как-то сразу сказала про своих сыновей. Они не идут и даже не думают, и не желают. Ну, я просто знаю, что в нашем районе как-то вот нету мужчин. В нашем районе нет. А кто идет, вот, если, допустим, даже пригласить? Потому что, наверное, есть все-таки плюсы и у мужчин социального работника свои есть. Это и физическая сила, и, пожалуйста, тебе и помог, и поднял, и продукты быстрее донес, принес. Да даже не в этом плане. Например, приходишь, там, лампочку вкрутить. Да, да. Или там кран потек. Это же надо слесаря вызывать. А здесь было бы проще, конечно. Но не каждый еще примет, не каждый дверь откроет еще мужчине. Может быть, поэтому как-то не приветствуется. Ольга Валентиновна, вы как вот руководитель? Ну, у нас есть в нашем районе, да, есть мужчины, социальные работники. И приходил у нас, ну, года три там назад молодой человек, который закончил социальную работу и пришел социальным работником. Вначале как-то наши получатели социальных услуг как-то его настороженно приняли. Потому что непривычно. Да, непривычно. А потом они его так сильно полюбили, что когда он уже решил поменять профессию, то он прям, можно сказать так, очень трудно с ними расставался, и они с ним тоже. То есть мужчин, они тоже принимают наши получатели социальных услуг. И даже, ну, принимают очень хорошо. Потому что, вот как вот сказала Людмила, да, действительно, есть мужские работы, которые они помогают им делать. И они прям очень даже спасибо им говорят. А в Октябрьском отделении есть вакансии? Ну, сейчас... У нас у сотрудника. Ну, чтобы пригласить, пользуясь эфиром, даже молодых людей, которые сейчас вот выбирают профессию, и не везде молодежь может устроиться даже. А тут, наверное, если есть вакансии, есть возможность? Ну, да, у нас есть вакансии, можно, в принципе... Попробовать. Да, попробовать эту профессию, да. Конечно, получить попробовать. Тем более мужчине. Ну, мужчины у нас пришли как семейные династии. У нас три семейных династии, которые начинали жены их не работать, а они просто помогали им. А потом они уже пришли тоже в эту профессию и стали тоже социальными работниками. И им нравится эта профессия. Да. Людмила Николаевна, а вы как долго работаете уже? 13 лет. 13 лет. Вот расскажите о преимуществах своей профессии вот за этот срок и, может быть, минусах. Ну, вот если не кривить душой, да, вот мы, наверное, все предполагаем, что зарплаты там небольшие. Или нет? А какие вот... что... как все это компенсируется? Вот что хорошего, а что хотелось бы, может быть, все-таки? Хорошего? Ну, там много чего хорошего. Во-первых, удобный график, в первую очередь. Больше как-то вот. Особенно, если дети. Очень удобно. Ну, и с другой стороны, ну, как-то и общаешься, и побольше общения, узнаешь много новых людей. Даже некоторые бывают интересные. Ну, и так же, как и в больницах, везде контакты. Тоже и с своей стороны это тоже плюс, особенно если по твоему району. А поменялось? Ну, наверное, в принципе, работы как социальный работник мало чего поменялось. Единственное, что добавилось больше бумажного вот оформления. А так, так же приходили, так же приносили продукты и все остальное. Мне кажется, нет. Это отчетность, да? Да, отчетность, да. Только в этом сложность у нас сейчас изменилась. А так все осталось, в принципе, как прежде. Понятно. А в ваши функции, Ольга Валентиновна, что входит? Вот вы курируете работу, да, получается? Как вы оцениваете? Вот какие критерии, что это? Ну, социальный работник, во-первых, приходит. Ну, каждая неделя у нас совещание. И социальный работник рассказывает свои отчаяния, беды, если что-то, мы регулируем. Если все хорошо, мы документацию их не проверяем. Мы выходим на участок, общаемся с нашими вот этими получателями услуг. И, ну, в принципе, у нас контакт прямой. По телефону постоянно у нас звонки, поздравления с праздниками, с юбилеями. Стараемся, ну, вот у меня на обслуживании 150 человек. 15 социал-работников. Ну, и вот... Как раз по 10 на каждого. По 10 на каждого, да. И вот мы как-то охватываем и уже знаем каждого клиента. Такой вопрос еще относительно медицинской такой помощи. Вот какие в них штатные ситуации могут возникать? Ну, даже не обязательно медицинские, еще что-то. Вот что в этой профессии может быть такого? Я понимаю, что вы хотите все это предвидеть, подготовиться. Но все-таки вот что бывает такого, что вы даже вот не ожидали, и, может быть, даже не знаете, что делать? Или как это вот... Что было в практике такое? Ну, знаете, это как, знаете, вот, например, ситуация, приходишь, а у тебя подопечный упал, лежит. Вот. Там не думаешь, что делать. Вернее, как тебя поведешь. Надо действовать. Как-то автоматически все получается. В первую очередь поднять человека и скорее вызвать скорую. И сообщить родственникам. Вот. Действия вот эти в первую очередь. Вот. А как? Потом уже начинаешь задумываться, что же произошло? Ну, на самом деле, да. То есть надо действовать, да. В первую очередь надо быстрее действовать. Оказать первую доврачебную помощь. Да. Ну, вот это входит в компетенцию тоже, да? Обязательно нас обучают. Да. У нас и курсы, и все проходим, и нам все это обучают, все показывают. И такие вопросы еще, потому что понятно, что все люди пожилые. Юридического характера это может быть или нотариально, или какие-то, ну, масса каких-то с недвижимостью. Ну, через доверенность. Вот вы тоже можете это относительно квалифицированно, потому что понятно, что вы не нотариус и не юрист, но все-таки вот первое... Если подопечный там оформит доверенность, то да, мы имеем право. Если нет, то так вот напрямую мы не можем. А доверенность уже на вас, на соцработку, что он доверяет вам заниматься вот этими. И такое бывает, да? Да, бывает. Но если человек одинокий, а сам он не выходит из квартиры, а нужно вызвать там, например, нотариуса, или что-то вот с банком, что-то вот связанное. Поэтому только через доверенность. Да. Вот если говорить все-таки о профессии, какие-то случаи, ну, рассказывают больше, вот что вспоминается из вашей практики? Ольга Валентиновна, вы же тоже работали на ней до этого, или сразу руководителем стали? Я пришла в эту профессию социальным работником, потом, получив образование, социальная работа первая, выше, тут меня уже через три года меня поставили заведующей. А вот до этих, до заведующих, вот что было? Как вы вспоминаете сегодня эту работу? Ну, социальная работа, она, говорю, она очень многопрофильная и очень интересная. Да, вот как-то привыкаешь к каждому клиенту и заботишься о них, ну, как о детях. Потому что они такие же вот бывают беспомощные, обидчивые. И вот каждого помнишь и каждого знаешь. Случаи, конечно, разные бывали за 17 лет работы и с самим работником. Ну, которые там запомнились, может быть, вот сейчас что вспомнилось? Ну, много у нас, конечно, интересных, я даже не знаю, какой интереснее из всех рассказать. Ну, бывают и грустные случаи, бывают и действительно радостные. Даже не могу сразу вспомнить. Да, Людмила Экономик, вам что-то вспомнилось, пока Ольгу Валентину услышали? Ну, то есть сказать, что бывают даже интересные. Так, да, даже интересные бывают люди. Вот кто вам, может быть, даже из нынешних клиентов, кажется, интересным? И, говорит, сможет чему-то там научиться, услышать, интересно узнать. Да, действительно, сейчас сразу так и не вспомнишь. Не вспомнишь, но... Столько лет. Ну, есть. Ну, понятно, что если вы столько работаете, то в любом случае есть и интересы, и желания. Ну, приятно общаться, например, с некоторыми людьми. Прям не хочется уходить. Вот, особенно если они там по профессии. Кто-то вот ближе к тебе, например, был. Там или учитель, преподаватель, там, начальных классов, или там медзаведение какого-нибудь учреждения. Зная, что надо дальше идти, а не хочешь, как-то уже ближе к тебе. А у вас временные рамки посещения одного человека, они как-то ограничены? Или это на усмотрение социального работника? Здесь он, может, быстро все сделал и быстрее побежал, а тут задержался подольше. Или есть нормы определенные? Нормы есть, да. А сколько уходит на... 40 минут на человека. Но не укладываешься. Не укладываешься. Все равно не укладываешься. Даже как бы быстро не хватило. Вот 40 минут на человека как-то, ой, думаешь. Да, ну, бывает, что и подольше. Особенно, если, говорю, вот там, пришла, человеку плохо, надо скорую вызвать. Какая-то внештатная ситуация. Да, надо же обязательно дождаться вызова врача. А вот профессия ваша вас отпускает на выходных, в отпуске. Вы можете вот как-то абстрагироваться, и там, завтра у меня отпуск, и все, и я всех забыла. Нет, нет. И никого не смею, а остыкаю. Во-первых, нужно распределить всех своих подопечных на других социальных работников. Мы их не бросаем на время отпуска. Вот на время праздника мы сами ходим, если там большие каникулы, димние, вот, или там еще какие-то каникулы, майские, вот, каникулы. Мы сами ходим. А если мы уходим в отпуск, мы обязательно распределяем, там, по мере необходимости. Если, вот, например, на две недели уходишь, там, спрашиваешь подопечного, нужен ли социальный работник. Если нужно, обязательно знать, ищешь себе замену. Если вы ответственность на себе берете. Конечно, да, в первую очередь на себя, потому что, ну, кто знает своих клиентов лучше, чем ты. Ну, понятно. Скажите, а устраивается ли конкурс у профмастерства? Ну, мы знаем, что практически в каждой профессии такое есть. А у вас, как выбирается лучше, бывают ли такие конкурсы? И опять же, какие критерии отбора? Вот как вы отбираете лучшего? Лучшего социального работника мы выбираем каждую школу. Да. Людмила Николаевна, наверное, была лучше. Да. Да. К вам подвести его. К критерию, она, да, втошла. Вот. Лучший соцработник каждый год у нас выходит. А какие конкурсы проводятся? Вот как определяется лучший? Ну, у нас выбираются кандидатуры на общем собрании, обсуждается. И потом уже выбирается лучший из лучших, так скажем. То есть таких конкурсных отборов, этапов каких-то, состязаний нет? Есть. Есть? Да. А что вот нужно сделать? Пишем работу. Вот так вот. Дается тема, и нужно написать работу. Удивительно. Я думала, что-то там быстро для помощи оказать или что? А тут оказывается... Нет, нет. Это именно прям работу. Ну, это типа как автобиография. То есть описываешь свою работу. Можно приложить фотографии вот своей работы за время, за время своей работы. Вот. А потом уже судится вот эта работа, как вот на комиссии. Да. Так что это все сложно. Просто кажется, что так, пошел и ладно. А все-таки главное качество. Кому не стоит идти в эту профессию, и чем должны обладать те, кто вот хочет этим заниматься? Вот главное, основное, вот как вы считаете, что должно быть в человеке? Вот первое, на что вы обращаетесь внимание? Доброта. Это я тоже хотела сказать. Доброта, отзывчивость, вот любовь к людям. Это первое необходимое, вот так скажем. И, ну, быть как добровольцем называется. Да, вот сейчас много волонтеров. Вы с ними не сталкиваетесь? Они сами по себе или как-то соприкасаетесь? Нет, у нас приходят волонтеры, помогают, да. Помогают убираться даже вот людям. Помогают передвигаться, там, если инвалид-колясочник, то есть вы сотрудничаете, да, эту помощь не разделяете, не отвергаете? Нет, нет, мы с общей, мы только всегда за такую помощь. И волонтеры вот нам помогают, вот если человеку нужно поехать в поликлинику и помочь на коляске, потому что в основном это женщины, а волонтеры бывают молодые, люди, и они, конечно, нам помогают. Да, помощь, да. Это то, что нового появилось. Вот мы говорили, да, вот современный, это вот то, что в последнее время только волонтеры так активизировались и появились. Ну и в этот день профессионального праздника, да, вот кого вам хочется поздравить, кому обратиться? Вот что можно сказать про эту профессию? И кому может быть какую-то благодарность даже? Ольга Валентиновна, вот что можете сказать? Ну и я хотела бы поблагодарить всех социальных работников за ихнюю такую трудную, но нужную профессию. И сказать всем большое-большое спасибо за их работу. Людмила Валентиновна, вы к кому бы хотели обратиться? Ну, конечно же, всем социальным работникам, чтобы вот... Своего района или прям... Совсем всех, всех, у нас труд единый, одинаковый у всех. Зачем кого-то выделять? Ну и, конечно, благодарность руководству обязательно, потому что все-таки играет роль... Вопрос организации. Да, вопрос организации, это играет роль. Так что им тоже большое спасибо. И также с праздником наступающим. Да. Ну, спасибо большое и вам тоже. Вас с праздником. Действительно, это такая работа, которая... Ну, даже сразу и не разберешься, потому что есть... Ее вроде не видно. Да, да, но на самом деле это... Я понимаю, что сложно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова